Детское радио представляет Буквоет Хм, кто это мог принести в библиотеку столько цветов и листьев мать и мачехи? И главное, зачем? Привет, Астап! Добрый день, Сима! Сима, скажи, ты случайно не знаешь, откуда в библиотеке столько мать и мачехи? Это я ее собрала! Сима, ну а зачем? Мы же вроде все здоровы Или ты собираешься ее высушить и сохранить на зиму? Не понимаю, о чем ты, Астап? Я просто цветы собирала При чем тут болезнь? При том, что мать и мачеха – это лекарственное растение А твар из него пьют во время кашля Вообще-то мне было интересно другое Я много раз слышала название мать и мачеха И хотела понять, почему растение так называется Я разгрызла листья и цветы Но даже намека на чью-то мать, а уж тем более мачеху, не нашла Это, конечно, хорошо, Сима, что ты так внимательно изучила растение Но жаль, что не сделала никаких выводов Тогда тебе следовало бы заглянуть в справочник растений Там написано, что растение получило такое название Потому что изнанка листьев мать и мачехи Испаляет воду слабее их лицевой стороны Поэтому нижняя поверхность их теплее верхней Теплую сторону сравнили с матерью А прохладную – с мачехой Так появилось это название А почему мачеха должна быть холоднее? Мне кажется, что это несправедливо по отношению к мачехе Мачеха ведь может любить неродных детей так же, как своих Конечно, ты права, Сима Я думаю, что представление о мачехе Как о злой и невнимательной их приемным детям женщине Идет из сказок Где мачеха часто является отрицательным персонажем И, кстати, даже само слово мачеха является пренебрежительным Оно произошло от слова «мать» При помощи того же суффикса, что и слово «тетеха» Или «распустеха» Выходит, что мачеха – это мать, которая плохо выполняет свои материнские обязанности Остап, это несправедливо! Нам нужно придумать какое-то другое слово для любящих и заботливых неродных матерей А то им должно быть обидно Хорошо, Сима Это не так-то просто сделать, но я подумаю Муррр! Субтитры создавал DimaTorzok